Анатомия для кукольного мастера Анатомия для кукольного мастера Вам не с кем посоветоваться А дело в том, что Вы нарушаете все законы и пропорции анатомии человека Так вот, мой обучающий курс и предназначен именно для того, чтобы избежать всех этих ошибок Анатомия человека делает серьезное Ее изучают много лет в медицинских институтах Но нам этого не надо. Я составила этот обучающий курс именно для кукольных мастеров. Я показываю и рассказываю именно о тех моментах, которые нужны нам, кукольным мастерам. С самого начала, как создать анатомически правильный череп, носик, глазки, рот, шею, ушки, руки, ноги, тело. Для занятий Вы сами с легкостью можете построить пропорциональный гармоничный каркас для тела Вашей куклы. Будет очень много действительно всего ценного и полезного. Я вышлю на Ваш электронный адрес видеоролики в формате МП4. 8 часов непрерывного видеопросмотра. Эти видеоролики, 9 частей, эти видеоролики Вы можете останавливать, прокручивать вперед, назад. Они скачиваете на свой компьютер и они навсегда остаются в Вашем пользовании. Вы можете изучать их в любое удобное для Вас время. Плюс подборка четких фотографий по каждой изучаемой теме. Более подробную информацию Вы можете получить, написав мне на мой электронный адрес. Если Вы покупаете этот курс дополнительно к моим другим обучающим курсам по авторским куклам, то у Вас будет очень хорошая скидка 50%. Я кукольный мастер, а вот мой мешок. В нем разные куклы, и им хорошо. Пока из мешка не достану я их, безжизненных и верных артистов моих. Играйте, родимые, зритель не ждет. И вмиг оживает картонный народ. Разобраны роли за пару монет. Ты добрый, ты злой, ты палач, ты поэт. Но зло и добро, господа, ни при чем. Ведь даже поэт может стать палачом. А добрый палач, не найдя топора, Отложит убийство твое до утра. Пойте куклы, пляшите, играйте, Не жалея здоровья и сил. Но про мастера не забывайте. Это мастер Вам жизнь подарил. Да, не всякая сказка приятна, И печален порою финал. Но в мешок не вернетесь обратно, Сколько б кукольный мастер не звал. Но в мешок не вернетесь обратно, Сколько б кукольный мастер не звал. Я кукольный мастер, но день ото дня Все чаще не слушают куклы меня, Все чаще глядят зачарованно в зал, Как будто не я им глаза вырезал. То слово, то фраза, то рифма не та, Как будто не я создавал им уста. Движением и жестом бессовестно лгут, Сейчас отвернусь, и они убегут. Ну что же вперед, не держу, не корю, Я мастер, я новых себе смастерю, Живите на воле, а мне не судьба, Будь проклят мешок мой, подобие горба. Поете куклы, пляшите, играйте, Не жалея здоровья и силу, Но про мастера не забывайте, Это мастер вам жизнь подарил. Да, не всякая сказка приятна, И печален порою финал, Но в мешок не вернетесь обратно, Сколько б кукольный мастер не звал. Но в мешок не вернетесь обратно, Сколько б кукольный мастер не звал. Почему я сейчас вам долго рассказываю об этих костях? Потому что прежде чем продолжить, начинать работу с глазиком, сформируйте вот эту вот глазную впадину, правильно сформируйте эту кость, выставите все эти точки, а потом же вам легче будет глазик делать. То есть сначала выставите все эти косточки. Вот опять же смотрите, вот она впадина височная. Сделайте ее сразу. Вот здесь самая высокая точка, где надбровная дуга встречается с височной костью. Встречается с височной костью, самая высокая, самая выпуклая точка. И висок сдавлен по бокам височной впадиной. Сформируйте это сразу, прям сразу на черепе это сделайте, уже из пластика. Для того, чтобы вам легче было потом работать с глазиком. Для того, чтобы вам просто глазик осталось поставить и сделать веки. Если длину глаза поделить на три части, одна третья часть. Вот она встречается. Самая высокая точка. Вот она. У нас эти точки обязательно есть. Вот с носика, вот такой вот, видите, переход. Но это потом мы мышцами долепим, здесь мышцы. Ну вот главное сейчас сделайте правильную глазную впадину. Мы еще будем говорить, я вам покажу на видео, как выглядит глазная впадина. Главное сразу заложите. И видите, наклоняется надбровная дуга, нависает над глазиком. То есть, глазик у нас находится не вертикально, а он наклонен чуть-чуть вперед. Когда будете ставить глазное яблоко, оно у вас сразу должно лечь. Оно чуть-чуть наклониться должно. Ну, вот как я вам показываю в кукле Эсмераль, да, как мы делаем череп. Там как раз уже прям вот плоскость есть, она заложена, эта плоскость. Чтоб глазик не вот так стал, а чуть-чуть под наклоном. Чтоб он не закатывался никуда у нас, а был как в ласточкином гнезде. Чтоб он вот так стоял, вот под таким наклоном. Это то, о чем я вам сейчас говорю. Также классическая ошибка начинающих кукольников. Глаз вырезают, вот веки делают или рисуют. Просто как рыбку. Это неправильно. Смотрите, делим глаз пополам. Вот у нас, видите, верхний век чуть-чуть поднят, а нижний чуть-чуть опущен, потому что горизонтальная линия вот так пройдет. Длину глаза делим пополам. А делим не пополам, а на три части. И видим, что самая высокая точка верха глаза находится на одной трети с этой стороны. А самая высокая точка нижнего века находится на одной трети с этой стороны. Вот так обязательно глаз вылепливаем. Потому что это нужно обязательно учитывать. У вас глазик будет более живой. Он у вас не будет, как мультяшно нарисованный. Вот, посмотрите здесь. Видите, длину глаза делим на три части. Самая высокая точка верхнего века, это вот, одна третья от глазика. И самая высокая точка нижнего века, одна третья отсюда. Вот это слезнячок. Не делайте... Итак, сейчас вы посмотрели только небольшую нарезку. Небольшую нарезку. Это сотая часть из того, что я предлагаю вам в новом обучающем курсе Анатомия для кукольных мастеров. То есть это небольшая капля в море. Информация гораздо больше. Она очень подробная, очень тщательно проработанная. Я думаю, что вам будет интересно, полезно и поумучительно. Вы повысите свое мастерство, почувствуете в себе новые силы для того, чтобы создавать замечательные куклы, для того, чтобы творить с новыми силами, с новым вдохновением. А я желаю вам творческих успехов. Пишите мне, звоните. Я всегда с удовольствием помогаю своим ученикам и подсказываю им, как нужно сделать правильно. Творческих вам успехов, дорогие друзья! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля... Я леплю из пластилина Пластилин нижней, чем глина Я леплю из пластилина Кукол, клоун, собак Если кукла выйдет плохо Назову ее дуреха Если клоун выйдет плохо Назову его дурак Подошли ко мне два брата Подошли и говорят Разве кукла виновата? Разве клоун виновата? Ты их лепишь грубовато Ты их любишь маловато Ты сама и виновата Никто не виноват Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Я леплю из пластилина А сама вздыхаю тяжко Я леплю из пластилина Приговариваю так Если кукла выйдет плохо Назову ее бедняжка Если клоун выйдет плохо Назову его бедняк Ну, вот и все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!